Продолжение следует... Данных, которые в питоне используются, там строки, списки, тюплы, которые очень похожи на списки, но только неизменяемые. То есть вот из этих типов, которые мы пока что смотрели, только списки являются изменяемыми. То есть объект типа список можно изменять на месте. Это сделано из соображений эффективности. Если списки очень большие, то ради того, чтобы изменить в списке один элемент, делать копию всего списка было бы весьма дорогостоящей операцией. Но с другой стороны, любые изменяемые объекты потенциально могут приводить к неожиданностям, скажем так. Когда несколько разных переменных, ну или вообще несколькими разными путями можно достичь одного и того же объекта, пользуясь одним из этих путей, вы вносите в этот объект изменения. А пользуясь каким-то другим путем, вы достигаете того же объекта, эти изменения видите. И это может оказаться, ну скажем так, неожиданным. Какой-то пример такого орудия я тоже в прошлый раз приводил. Но еще один пример будет немножко впереди. Тоже как-то, скажем, такой наивный что ли подход с использованием списков приводит к неожиданностям из-за того, что список есть изменяемый объект. Ну вот, сейчас мы продолжим, в общем-то, с того места, где остановились в прошлый раз. В Питоне есть еще несколько очень интересных типов данных. Один из них – это множество, которые, с одной стороны, довольно близки к спискам, но, с другой стороны, ну как положено, конечным множеством на математическом языке, там элементы, во-первых, не могут повторяться, а, во-вторых, их порядок не имеет значения. То есть, если написать, ну там, два множества в них, перечислить элементы в разных порядках, то, на самом деле, это одно и то же множество. Множество, опять же, в соответствии с математическими обозначениями, обозначаются как элементы, перечисленные через запятую в фигурных скобках, а не в квадратных, как в списке. Да, множество тоже являются изменяемыми объектами. К множеству можно добавить элементы или несколько элементов, можно исключить какие-то элементы. Все это производится на месте, прямо с тем же объектом, без создания копии. Вот, значит, вот здесь вот видно, что я создал какое-то множество. То есть, я тут наперечислял целую кучу элементов, некоторые из них повторяются, и перечислил я их в совершенно произвольном порядке. Видно, что питон, во-первых, все повторения исключил, во-вторых, элементы отсортировал. На самом деле, при печати элементы всегда сортируются. Для чисел или для строк порядок естественный, и для каких-то более сложных объектов порядок может быть неочевидным. Но питон любые объекты может упорядочить в отношении какого-то своего внутреннего отношения порядка. И тем самым множество всегда выводится в упорядоченном виде. Основной оператор – это, естественно, in, который проверяет, содержится элемент в множестве или нет. Вот единичка там содержится, а двойка там не содержится. Дальше, как обычно, имя типа является по совместительству функцией, которая превращает объекты других типов в данный тип. Вот я, скажем, сначала написал список. В этом списке действительно раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь элементов, которые никак не упорядочены, многие из них повторяются. А если я преобразую список в множество, то, во-первых, дупликаты исключаются, во-вторых, элементы станут упорядочены, то есть два разных множества, которые получатся из разных списков, отличающихся порядком элементов, будут на самом деле равны. Тут есть мелкая тонкость исторического характера, состоящая в том, что пустое множество нельзя написать в виде вот этих вот фигурных скобочек, между которыми ничего нет. Почему? Ну, я говорю, это, в общем-то, исторически несчастный случай. В питоне с самого его начала существует другой тип данных, который, честно говоря, чаще используется. Это словарь. И фигурные оскобки изначально использовались для словарей. Потом, когда в питон ввели такой тип данных, как множество, для них тоже стали использовать фигурные оскобки. Если в фигурных скобках чего-нибудь есть, то всегда можно понять, это множество или это словарь. Там разный синтаксис внутри. Но если ничего нет, то понять нельзя. И поэтому пустые фигурные оскобки... Ну, давайте я этот факт продемонстрирую, хотя мы ещё не проходили словари. Они будут следующим пунктом. Но если я сейчас напишу просто вот такую вот штуку, то эта штука обозначает пустой словарь, а не пустое множество. Поэтому написать пустое множество, единственный способ – это вызвать функцию set без аргументов. То есть вот это пустое множество – это пустой словарь. Ну, некая, конечно, мелкая неприятность, но количество скобок на клавиатуре разного сорта ограничено, поэтому на всех не хватает. Вот. Значит, ну, как обычно, по элементам множества можно устроить цикл. Вот в нашем множестве было три элемента. Вот мы со всеми тремя что-то сделали, с каждым из них. В данном случае напечатали. Функция ln, опять же, как обычно, возвращает длину множества, то есть число элементов. Ну и существует set comprehension. Такая же конструкция, как list comprehension, то есть какое-то выражение for и in range или какой-нибудь список, или что угодно, что могло бы встречаться в цикле. Это называется iterable, то есть iterабельный объект. То есть вот здесь может стоять любой iterабельный объект. В данном случае здесь стоит range от 5, который iterабельный, и который просто перечисляет все целые числа от нуля до 5 без единицы, то есть до 4. Вот таким вот образом я написал comprehension, который выдает множество, содержащее целые числа от нуля до 4 включительно. Ну и несколько операций над множествами. Значит, вы помните, что мы тут завели какое-то множество s, где оно? Вот оно, которое содержало элементы 0, 1 и 5. Ну а дальше есть обычный набор операций. Вот это вот, например, будет объединение множеств. Так, вот это вот вертикальная черточка – это объединение множеств. Вот здесь были элементы 0, 1 и 5, а здесь элементы 2 и 5. Ну, в результате получилось объединение 0, 1, 2 и 5. Вот это такое множество. Узнать, является ли что-нибудь подмножеством какого-нибудь другого множества или собственным подмножеством, можно при помощи обычных операторов меньше или меньше или равно. То есть вот s меньше s2 – это означает, что s есть собственное подмножество s2. Ну и так далее. То есть меньше или равно означает подмножество, включая случай, когда они одинаковы, что называется несобственное подмножество на математическом языке. Вот эта вот штука – есть пересечение множеств. Значит, наше множество s2, мы, пересекая с множеством 1, 2, 3, получаем 1, 2. Вот это есть разность множеств. Вот это есть симметричная разность множеств. То есть аналог из булевой алгебры, как это называется, исключительная или. То есть когда элемент есть либо в одном множестве, либо в другом, но не в обоих сразу. Вот. Вот, как я уже говорил, элементов множества можно добавлять. Вот я взял, добавил туда элемент 4. А теперь я оттуда исключил элемент 1. Вот. Можно всякие вот эти объединения и пересечения совместить с присваиванием. То есть можно вот как плюс равно, минус равно и так далее, вот здесь вот объединить равно. То есть это объединение исходного множества с этим множеством, которое присваивается опять вот этому исходному множеству, которое в переменной s2. Так? Вот. Значит, множество, честно говоря, используются реже, чем, скажем, списки и словари. У меня в практике был случай, когда я написал довольно развесистую программу с множествами. Это когда мне надо было делать, ну, там, всяческие апгрейды операционной системы на старе, я написал программу, которая строит множество установленных до апгрейда пакетов на старе, строит множество пакетов, которые доступны с загрузочного CD-рома новой версии, и строит их пересечения, там, разность, какие пакеты мне надо дополнительно доустановить. Поскольку все эти множества, вообще говоря, содержали сотни элементов, то делать это вручную, выписывать на бумажке, какие пакеты были установлены, какие я могу сразу установить, какие надо доустанавливать из посторонних источников, было бы гораздо более неудобно. Поэтому я написал программку на питоне, которая использовала множество операций над ними. Один из примеров, где это в жизни может пригодиться. Есть еще, то есть, как я уже говорил, множество – это изменяемый объект. Есть еще неизменяемый объект аналогичный, который называется frozen set. Такое замороженное множество. Его, раз создав, нельзя изменить, поэтому всяческие операции над frozen set'ами производят, ну, всегда делают копию, всегда возвращают новые, совершенно никак не связанные с предыдущими frozen set. Зачем нужны неизменяемые объекты? Ну, мы еще сейчас увидим. Вот, например, изменяемые объекты не могут быть ключами в словарях, а неизменяемые могут. Поэтому, если кому-то по зарез требуется использовать множество как ключи в каком-нибудь словаре, то надо использовать frozen set, то есть неизменяемые такие вот множества. Но я еще раз говорю, все-таки множество – это не самая насущная необходимость, которые вот мне лично понадобились, в общем-то, один раз в жизни. Ну, когда они нужны, то вполне полезно их иметь. А вот с другой стороны, словари – это просто исключительно полезный тип данных, которые, собственно, в значительной степени делают написание программ на питоне таким удобным. То есть, чтобы что-то подобное соорудить на каком-то языке более низкого уровня, на си, например, нужно использовать там кучу каких-то сторонних библиотек. То есть, это то, что на таком языке реализации, что ли, называется хэш-таблицы. А здесь они прямо встроены в язык. Впрочем, другие, скажем, скриптовые языки, они тоже встроены, скажем, там, в Perl, в PHP. То есть, вот как раз вот эти скриптовые языки – Perl, PHP, Python – добавляют такое замечательное удобство, что хэш-таблицы там прямо встроены в язык, их не надо городить самому, используя какие-то библиотеки. Библиотеку вычисления хэша и библиотеку создания хэш-таблиц там и так далее. Тут это всё есть. Ассоциативный массив и библиотеку – это оно же. Да, это оно же. Хэш-таблица и ассоциативный массив – это одно и то же, конечно. Вот. То есть, словарь – это объект. Да, словарь – изменяемый объект, я сразу скажу. Словарь – это такой объект, который содержит ключи и значения, пары, ключ-значения. И по словарю всегда легко узнать, какое значение соответствует данному ключу. Вот я создал словарь с тремя парами ключ-значения. В данном случае, например, ключи – это строки, значения – это целое число. Может быть, всё, что угодно. Как я уже говорил, ключами могут быть объекты любого неизменяемого типа. Не обязательно одинакового, поскольку питон очень расслабленно относится к смешиванию разных типов, то в одном и том же словаре могут быть ключи разных типов. Не сказать, чтобы это было так уж часто полезно, но почему бы и нет. Ну вот. То есть, вот тут некоторым строкам сопоставляются некоторые значения, в данном случае целое число. И вот, кстати, видно, что если бы я тут в серединке ничего не написал, я бы получил пустой словарь, у которого нет ни одного ключа. Значит, что можно со словарем делать? Ну, можно посмотреть, какое значение соответствует строке to. Ему соответствует значение 2, как легко догадаться. Можно проверить, есть ли такой ключ в словаре. Вот, например, ключ to в этом словаре есть, а ключ for в этом словаре нет. Это для предосторожности. Прежде чем пытаться получить доступ к какому-то ключу, если вы не уверены заранее, что этот ключ там есть, лучше написать if чего-то in d, ну и дальше получать к нему доступ, а иначе делать что-то другое. Потому что если я просто так сходу попытаюсь получить доступ к ключу в словаре, которого в этом словаре нет, я получу ошибку k-error. Но словари можно видоизменять. Я могу в любой момент добавить туда новые ключи. Вот я взял, добавил новый ключ for с новым значением. Теперь у меня в словаре стало 4 ключа и соответствующих значения. Во-первых, можно добавлять. Во-вторых, можно изменять значения, соответствующие уже имеющимся ключам. Вот ключ у one раньше соответствовало значение 1, а теперь будет соответствовать значение минус 1. Функция ln возвращает длину словаря, в данном случае 4, количество в нем ключей. Но раз можно добавлять, должно быть, можно и убавлять. Так вот я взял, делитнул ключ to из этого самого словаря. Осталось их только 3. Значит, вот когда мы записываем в квадратных скобках какой-то ключ, если этого ключа нет, мы получаем сообщение об ошибке. Есть у словаря метод get, который очень похож, но в случае, если такого ключа в словаре нет, он просто не выдает ошибку, а возвращает объект non. То есть если есть, то выдает соответствующее значение, а если нет, то возвращает non. У метода get существует вариант с значением по умолчанию. Вместо non он может возвращать то, что мы попросим. То есть если значение, соответствующее ключу, существует, он его вернет. Если значение, соответствующее ключу, не существует, он вернет то, что по умолчанию. То есть таким образом можно, если использовать метод get со значением по умолчанию, можно так это мысленно представлять себе, что этот словарь содержит все мыслимые во всей Вселенной ключи, но подавляющее большинство из них имеют одно значение, и только несколько из них имеют какие-то другие значения, которые явно прописаны. Значит, очень часто словари строятся просто последовательно. Мы начинаем с пустого словаря, а потом начинаем элементы один за другим в него добавлять. Вот один добавили, вот другой добавили. В цикле в каком-нибудь можно их добавлять и так далее. Кстати говоря, эта операция заметно более дешевая, чем добавление элементов в список куда-нибудь в середину. Поскольку список в питоне – это на самом деле никакой не список, это на самом деле динамический массив, то добавление одного или там нескольких элементов куда-нибудь в середину обязательно вызывает копирование всех элементов. То есть отводится новый кусок памяти большего размера, и все в него копируется. Это дорогостоящая операция. Добавление элементов в конец необязательно дорогостоящий. Обычно этот кусок памяти отводится с некоторым запасом. Пока запаса хватает, в конец можно добавлять задешево. Как запас исчерпался, все равно надо отвести больший объем памяти, все скопировать и начать добавлять по новой. А вот добавление в середину – всегда дорогая операция. Для списка, поскольку это хэш-таблица, добавление нового ключа – операция довольно дешевая. Там тоже есть какие-то свои, конечно, причуды. То есть, насколько я понимаю, я, может быть, не знаю деталей реализации, но насколько я понимаю, все-таки словарю отводится какая-то область памяти для ключей. И пока ключи в нее влазят, добавление следующего ключа – это операция дешевая. Как исчерпалась вся заранее отведенная область, надо отвести большую, все скопировать и продолжать добавлять. Но больше не на один элемент больше делается, а сразу с запасом, там, раз в два, например. Поэтому какое-то случайное и редкое добавление может вызвать, ну, скажем, заметную задержку выполнения программы подавляющей, а большинству почти не вызывают. Это слово, которое на расширение задается? Это атрибут языковой системы? Или это вон на какой-то прагме? Я не знаю такой прагмы, не знаю как-то, не в курсе. Но, во-первых, конечно, ключи там не записываются полностью. Если ключом является длинная строка, зачем ее туда писать? Туда пишутся хэши. То есть это фиксированной длины, это, ну, как обычное там целое число. И насколько он отводит и насколько он увеличивает каждый раз эту хэш-таблицу, я не знаю. Можно порыться по документации именно по реализации. То есть, скорее всего, в разных реализациях питона это еще и разные вещи могут быть. Но можно ли на это как-то влиять, я тоже не знаю. Скорее всего, подозреваю, что нет. Но может и можно. И может есть какие-нибудь такие вот хитрые способы. Ну вот, опять же, существует такая вещь, как comprehension, которая, в общем-то, всегда и нужно использовать, если это возможно. Не добавлять чего-то в случайном порядке, а прямо написать весь словарь целиком. Вот здесь вот я, например, строю словарь, у которого ключи – это целое число от нуля до четырех, а соответствующее значение – это квадраты этих целых чисел. То есть, когда элементы, скажем, словаря задаются формулой, или элементы списка, или элементы множества, то есть их можно построить систематически по формуле, то comprehension всегда лучше и эффективнее выполняется там и так далее. Ну вот, что можно делать со словарями? Ну, простейшее, ну, не простейшее, а как раз простейшее мы уже посмотрели. Ещё один способ – это написать по словарю цикл. Цикл можно писать много. Почему? Как мы видели, по списку, по рейнджу, который почти как список, только он никогда не строится весь целиком. Он выдаёт свои элементы по одной штуке, не требует отведения памяти на все сразу. Ну, вот можно по словарю. То есть D – это некий словарь. Ключи у него, в данном случае, вот у этого словаря D, который мы тут построили, ключи – это числа от нуля до четырех. Могли бы быть строки, могли бы быть что угодно. Ну, вот здесь for x in d просто перебирает все ключи этого словаря. Вообще говоря, в произвольном порядке. Порядок никем не гарантирован. Порядок определяется порядком хэш-значения этих ключей. То есть он может быть каким угодно, особенно для строк. Но по каждому ключу мы можем извлечь соответствующее значение. Вот, например, можно напечатать такого типа табличку. У словаря есть методы keys, values и items, которые можно преобразовать в списки. То есть, в принципе, это какие-то сугубо специфические объекты – dict keys, dict values, dict items. На самом деле, в большинстве случаев, например, в позиции в цикле, они эквивалентны соответствующим спискам. Их можно преобразовать в списки. То есть dict keys преобразуется, если на него напустить функцию list, в список ключей в каком-то порядке, который Python выбирает сам. Порядок ключей в словаря никак не определен. Дикт values выдаёт список значений в том же самом порядке, в столь же произвольном, но том же самом. То есть там n-ная и ключ соответствуют n-ному значению. И, наконец, dict items возвращают tuples из ключа и значения, список этих tuples, точнее говоря. Поэтому, если, например, хочется… Это иногда бывает такое желание. Если хочется в цикле перебирать ключи в упорядоченном порядке, то надо взять dict keys, потом на него напустить функцию sorted. То есть dict в таком контексте просто превращается в список sorted, значит, напущенный на этот список возвращает копию этого списка только с отсортированными элементами, и дальше, например, написать такой цикл. В данном случае ничего не изменилось, потому что они и так были упорядочены точно так же. Но для строк сортид будет гораздо красивее выглядеть. Если бы тут были строки, они бы тут были в лексикографическом порядке написаны, и они как попало. Я использовал такую конструкцию, действительно полезная конструкция. А если нужно использовать одновременно, в теле цикла одновременно, и ключи, и соответствующее значение, ну, тут сам Бог велел использовать items. То есть, поскольку на каждом шаге цикла фактически делается присваивание, мы уже видели, что можно х,у присвоить что-то, тюпл с двумя элементами, то тут на каждом шаге будет возвращаться очередной тюпл из ключа и значения в этом словаре. Ключ пойдет в х, значение пойдет в у, и мы можем оба их иметь одновременно, например, напечатать такую табличку. Ну, вот. Ну, тут я, например, удалил полностью переменные х и у. А, ну, вот мы еще, может быть, поговорим чуть подробнее. То есть, вот с этого момента, начиная, если я вздумаю написать здесь вот х, то я получу сообщение об ошибке на имэрор, что такое имя х не определено вовсе даже. Вот. Теперь, значит, я уже говорил, что в некоторых контекстах, например, в операторе if, некоторые специально выбранные значения разных типов соответствуют false, а большинство значений соответствуют true. Поэтому давайте подойдем к философскому вопросу, что есть истина и что есть ложь, экспериментально. Ну, во-первых, естественно, false и true, это ложь и истина. Очевидно, они специально для этого предназначены. Есть вот такой замечательный объект non, который означает, что объекта нет, и который в булевом контексте возвращает equivalent and false. Целое число 0, эквивалент на false, любое другое, целое число эквивалент на true. Кстати говоря, действительное число 0.0 тоже эквивалент на false, но вот это особенность, которой, ну, скажем так, категорически не рекомендуется пользоваться, поскольку все вычисления с плавающими числами всегда чуть-чуть приближенные, то получите вы точно 0.0 или вы получите 1.234 на 10 минус 19, это никто не гарантирует. А в булевом контексте первое из них возвратит false, а второе true. Поэтому в условии if писать результат какого-то вычисления с действительными числами – это напрашиваться на крупные неприятности. Так делать не надо. Строки – то же самое. Пустая строка – есть false. Любая непустая строка – вот тут, например, у меня написано строка, состоящая из одного пробела – есть true. Списки – то же самое. Пустой список – непустой список. Сеты – множество. Пустое множество – непустое множество. С одним элементом. Ну и, наконец, словари. Пустой словарь и непустой словарь. В этом смысле это очень распространенная идиома в Питоне, когда каким-то образом вычисляется какая-нибудь структура данных, ну, список, например. А потом мы просто пишем if – вот этот список, двоеточие. И дальше делаем что-то, что предполагает, что этот список непуст. Ну, если требуется, потом пишите else и пишите то, что надо делать, если этот список пуст. То есть в вот этом контексте, сразу после if или сразу после while, то, что там стоит в качестве условия, неявно подставляется в функцию bool, то есть преобразуется к boolеву типу. Ладно. Значит, вот еще раз я говорю, что словари, пожалуй, что одна из полезнейших структур данных в Питоне, если не самая полезнейшая. Ну, пожалуй, строки, списки и словари – три самые полезные. И она делает написание очень многих программ сразу очень легким и компактным, потому что не надо, но еще раз я говорю, из каких-то сторонних библиотек строить свои хэш-таблицы, откуда-то брать свои функции вычисления хэшей и так далее. Ладно. Еще одна вещь, которая есть в любом уважающем себе языке – это функции. Вот это вот, значит, простейшая в мире функция, которая не имеет параметров, ничего не делает и ничего не возвращает. Очень такая замечательная функция. Значит, оператор pass – значит, ничего не делай. Иногда он нужен, поскольку, вообще говоря, вот здесь по синтаксису требуется хоть один оператор какой-нибудь. То есть, как пишется определение функции? Дев, имя функции, аргументы в скобочках, двоеточие, а потом с отступом список каких-то операторов. Пока этот отступ не кончится, это все в эту функцию идет. Как он кончился, то это будет что-то следующее после определения этой функции. То есть, хоть один оператор здесь должен быть, просто по синтаксису положено, а если нам его не надо, мы пишем оператор pass, который ничего не делает. – Если она пишет два pass, то она два? Нет, нет, она на самом деле зависать не будет. Чтобы она зависла на какое-то время, надо на самом деле написать sleep. Sleep и сколько секунд спать. Это совсем другая вещь. – Просто проигнорирование. – Это та, это просто ситуация иногда, ну, правда, это больше от лени происходит, но иногда, скажем, мне случалось писать if какое-то условие, двоеточие, pass, else двоеточие что-то другое. Это вполне допустимо. Хотя, в общем-то, красивше было бы написать if противоположное условие и там то, что надо. – Это типа ретёна? – Нет, не типа ретёна. Типа… Ну, я не знаю, да, в разных языках это по-разному называется. То есть, это не типа ретёна. Это в любом месте можно написать. Ну, давайте я напишу вот здесь прямо. Вот здесь вот я сейчас напишу pass ни в какой ни функции. Его выполню. И всё, ничего не произошло. То есть, pass – это оператор, который говорит, ничего не делай, и всё. Вот, значит, если просто написать f где-нибудь, то есть, ну, напечатать значение переменной f, то оно пишется вот в таком вот виде, ну, скажем так, умеренно информативном виде. То есть, пишется, что объект f есть функция, которая сидит в модуле main и называется f. То есть, в общем, максимум информации, которую можно про f напечатать. То есть, всё определение f не пишется в таком случае. В принципе, поскольку это интерпретатор, можно было бы так представить себе, что в этом случае распечаталось бы всё определение f. Но так не делается. То есть, зная вот это вот значение, которое печатается, когда мы хотим распечатать объект f, который есть функция, нельзя эту функцию восстановить. Но кое-какую информацию полезную получить о ней можно. А тип вот этого объекта f – есть function, что, в общем-то, вполне понятно. Теперь, что будет, если мы её вызовем? Вот эта функция ничего не делает и ничего не возвращает. В ней нет ретона, который возвращал бы что-то. Вот, допустим, мы вызовем эту функцию. Результат её выполнения присвоим переменной r – это слово result. Потом эту переменную напечатаем. Ну, что логично, эта функция, которая не содержит ни одного ретона, возвращает на самом деле none. То есть, ничего не возвращает. Это специальный объект, который означает, что объекта нет. Вот это уже чуть более полезная функция, а не сказать, чтобы… Ах, те, какая rocket science. Но, по крайней мере, в ней есть ретон. А, во-первых, в ней есть аргумент. А во-вторых, в ней есть ретон, потому она что-то возвращает. Вот отсюда сразу видно, что её, в принципе, можно вызвать с аргументами разных типов. Поскольку в питоне допустимо к целому прибавлять целое или к действительному прибавлять целое, то я могу эту f вызвать с целым параметром, могу вызвать с действительным параметром. В обоих случаях, поскольку функция интерпретируется, это же не скомпилированная функция, куда уже забиты все типы, в обоих случаях получится то, что надо ожидать. То есть в c так было бы сделать нельзя, а это, ну, это плюс и одновременно минус интерпретируемых языков. А, кстати, если бы я вот здесь где-нибудь написал, давайте я напишу, если бы я вот здесь написал f... Блин, темно, не видно. f от bc... А, почему и не написалось? Ну, ладно, пусть будет от bc, мне не важно. Я получу сообщение об ошибке. Сообщение об ошибке не из-за того, что я функцию вызвал с параметром неправильного типа, а из-за того, что вот это сложение, которое внутри тела функции присутствует, не знает, как ему к строке прибавить целое число. TypeError. Ну, да, вот в этой вот строке, вот прямо тут написано. Не может преобразовать int в str. А, неявным образом не может. Да, ну ладно, хорошо. Значит, такой вот, что ли, простой способ записи определения функции, в котором я перечисляю все аргументы, которые в ней есть, он, пожалуй, что чаще всего и используется. Но, особенно, когда аргументов много, возникает желание при вызове не всегда их все использовать. Поэтому есть такое понятие, как значение аргумента по умолчанию. Вот здесь вот я определяю какую-то функцию f. А, кстати, обратите внимание, я могу функцию с одинаковым именем переопределить сколько угодно раз. В этом смысле это совершенно то же самое, что присваивание. Имени переменной f фактически присваивается объект, который есть функция. Я могу в разные моменты этому f присвоить разные объекты. Ничто мне не мешает взять и переопределить функцию f в любой момент при выполнении программы. В том числе внутри какого-нибудь тифа. Иногда переопределить, иногда нет. Но это, правда, способ запутаться, но это работает. Так вот, значит, в данном случае я определил функцию, у которой есть один обязательный аргумент. И два аргумента со значениями по умолчанию их можно указывать, можно не указывать при вызове. Поэтому я могу, например, вызвать эту функцию с одним параметром. Так? Вот что тут? Эта функция просто печатает значения вот этого первого аргумента, вот этого второго, и этого третьего. Видно, что a и b здесь стоят по умолчанию. Могу ее вызвать, скажем, с двумя аргументами. Так? Тогда только третий подставился из своего значения по умолчанию. Могу? Да, спрашивается, как бы мне вызвать с явно указанным вот этим обязательным аргументом и вот этим не первым, а вторым необязательным. Для этого мне надо указать, указать явно, что я именно аргументу b хочу присвоить новое значение a. То есть аргумент a остался по умолчанию, какой вот он здесь был в определении функции. Аргументу b я присвоил нечто другое, отличное от значения по умолчанию. Более того, я могу, например, вот эти аргументы a и b, которые, которым я хочу что-то присвоить, если я их пишу в вызове функции вот так, через равно, то я их могу писать в любом порядке. То есть функции a был в начале, b был в конце, я их могу написать в обратном порядке, поскольку я написал кто есть кто. Вот это, кстати, серьезно полезная особенность. А, и, кстати, тот аргумент, который обязательный, я тоже могу писать через x равно чего-то там. А, кстати, давайте я в обратном порядке лучше напишу. Это будет, пожалуй, интереснее. Если я вот здесь вот напишу a равно чему? Двойке, например, ай, темноте плохо видно. Вот. x равно 2.0. Так? Значит, во-первых, тот аргумент, который был обязательный, я его тоже написал в форме ключ-равно-значение, а во-вторых, я их написал в произвольном порядке. У меня же первым был x, вторым был a, третьим был b, который взялся по умолчанию, какой он был. Какой функции передать все эти слова? Ну, фактически, да. Фактически вот эти вот значения, которые мы хотим вызвать в виде ключ-равно-значение, можно передать в виде словаря. Это я, кстати, покажу. Прямо через, ну, там, через один экран будет такой, по-моему, примерно, сколько я помню. на самом деле вот такая форма вызова функции, ну, и плюс к тому возможность не указывать часть аргументов, если у них есть значение по умолчанию, на самом деле реально очень полезна. Особенно для функций там от 20 аргументов. Ну, вот бог его знает, вот бывают такие функции, особенно в каких-нибудь этих развесистых фреймворках там для graphical user интерфейсов, там очень часто бывает много-много параметров. И вот этот параметр, который мне надо, не то он 10, а не то он 8, но не помню я. Но и зато я помню, как его зовут. Я пишу, как его зовут, равняется его значение. Это гораздо удобнее, чем писать его в 8 позиции или в 10. А можно строку присутствовать примерно так? Можно. Но в данном случае эта функция просто исключительно нетребовательна. Она свои вот эти самые аргументы использует только внутри вызова функции print. Поэтому вот в этой функции я мог бы вот этим трем аргументам функции присваивать значение абсолютно любых типов. Любых типов лишь бы print их съел. То есть в данном случае ну то есть если функция хочет ну я не знаю там что-то на что-то делить, то требуется уже чтобы эти объекты, которые в параметрах функции поддерживали операцию деления, например. А иначе будет type error при выполнении. А print поддерживают в общем-то все типы. Поэтому здесь типы этих x, a и b могут быть абсолютно произвольными. Эти механизмы были в древних архаических языках очень сиявно старых операционных систем. Позиционные параметры процент b, процент c и процент звездочек ровно. Да, да, да. Очень похоже. Очень похоже. Действительно. Ну вот. Значит, теперь очень... Я думаю, что можно. Я, честно говоря, Перл в последний раз изучал ой, дай бог памяти года. Наверное, где-нибудь в 90-е лет 20 назад. Было такое дело. Но я все забыл. Я думаю, что там есть что-то довольно эквивалентное. Вот. Ну вот. Значит, очень важная вещь, которая, в общем-то, в любом уважающем себя языке присутствует, это локальные переменные. Локальные переменные функции, которые отличаются от глобальных переменных. Ну вот, то есть, поскольку описаний переменных в Питоне нет, то просто те переменные, которые используются внутри функции, являются локальными. Вот и все. На самом деле, есть способ это обойти, который я сейчас покажу. Но если никаких специальных усилий не предпринимать, то внутри тела функции используются либо ее аргументы, либо локальные переменные. И все. Чтобы получить доступ к глобальным переменным, надо приложить некие усилия. Но это возможно. Вот, например, здесь я определил некую локальную переменную а, который присвоил значение единичке. Вот здесь вот я определил какую-то функцию f, в которой используется тоже переменная а. Ей присваивается значение, другое значение, двойка. Но это локальная переменная функции f. Теперь я вызвал эту самую функцию f, получил ожидаемый результат двойка, но глобальная переменная а, как была единичка, и так и осталась единичкой. То есть вот это локальное, присваивание локальной переменной а никак не повлияло на значение глобальной переменной а. Но иногда может захотеться по тем или иным причинам внутри функции получить доступ к глобальным переменным. Правильно? Для этого служит как раз описание. Вот такой, что ли, исключительный случай, когда в питоне есть описание. Описание глобал, после которого могут быть через запятую перечислены несколько переменных, в данном случае всего одна, говорит, что переменная а, которая используется внутри этой функции, на самом деле глобальная. То есть функция точно такая же, как раньше, с точностью до вот этой лишней строчки глобал а. А теперь переменная а, которая внутри функции, это глобальная а, поэтому, если я вызову опять, то вот это присваивание присвоит значение глобальной переменной а. Давайте проверим. Действительно, глобальная переменная а стала двойкой. В случае вложенности, правильный совершенно вопрос. Я его нарочно для краткости опустил. Значит, во-первых, есть простая половина ответа на этот вопрос, есть более сложная, которая, впрочем, очень редко нужна. Простая половина такая. Если там куча функций вызывают как-то друг дружку, в том числе рекурсивно и так далее, то, естественно, при каждом вызове создается свой комплект локальных переменных, который никак не связан ни с глобальными, ни с локальными переменными выше стоящих вызовов. Это, скажем так, естественно. Это естественно ожидать, и это так и есть. иногда, я не знаю зачем, это, честно говоря, какая-то очень экзотическая ситуация, может захотеться изнутри какой-то функции, которая где-то глубоко в этой цепочке вызовов выполняется, получить доступ не к глобальным переменным, которые вот на самом верхнем уровне, а к локальным переменным предыдущего уровня, скажем. то есть, когда я из функции f вызываю функцию g, в функции f есть локальная переменная a, а в функции g я хочу получить доступ к локальной переменной выше стоящей функции f. Это можно сделать, тогда вместо global пишется non-local. Non-local это означает не локальная переменная этой функции, а то, что выше в стеке этих стек-фреймов. В ближайшем. В ближайшем, да, в ближайшем, именно. Глобал это означает сразу наверх, одним большим скачком наверх прыгнули, а non-local это означает ищем по стек-фреймам ближайший. Ой, господи, боже мой. Кто там? Алло. Алло, здравствуйте, Андрей Геннадьевич, это Сын Становых Митин. Да-да, я все знаю, я сейчас лекцию, что-то мне некогда сейчас разговаривать. До свидания. Да-да, заберем, да-да. Все. У меня такое впечатление, что с этим зарплатом Паскалин пытались разрешить эти противоречия, эти проблемы в модулах, вводя квалифицированные им потребности. ну, нет, не совсем. Что-то в этом есть? Ну, что-то есть аналогичное. Но нон-локал, я говорю, это какая-то экзотическая конструкция, чтобы ее использовать, нужны какие-то очень серьезные причины, которых я, в общем-то, как правило, не вижу. Я ее не использовал ни разу. Например, Гоббл использовал, бывает такое. исходный механизм в фортрайме тоже архиенческий язык, это коммон-блоки. Да. Да, хорошо. Значит, теперь вот... А вот я когда переменные глобальные являли, это обязанность сказать именно после того, как я написал, определил свою функцию, я могу ее видеть глобальным в любом месте. А в любом. То есть я могу сначала для переменной как-то работать, работать, а потом... А, нет, вот это, нет, внутри функции, нет, нет, вот тут, я, кажется, ошибаюсь. Я на самом деле не уверен. Я думал, у вас другой вопрос. Я его, честно говоря, неправильно понял. Но, значит, по-моему, по-моему, вот это описание глобал А должно стоять в начале функции. Я могу ошибаться, ни разу не видел примеров, где бы оно стояло не в начале. А вот что, как я понял ваш вопрос и неправильно понял, это то, что я могу сначала описать функцию, написать в ней глобал А, а глобальной переменной А в этот момент еще не существует. А потом вызвать, скажем, эту функцию, и тогда заведется глобальная переменная А. Она не обязана существовать в момент, когда я описываю функцию. Она может, глобальная переменная, создаться при вызове. Это возможно. У нас сначала существует некоторая локальная переменная с именем локальная переменная такой же. Но в зависимости от каких-то условий я могу сказать, что это локальная переменная где-то дальше в программе будет соответствовать этой глобальной. Не знаю, я что-то подозреваю, что так не бывает. Это что, подозреваю, что так невозможно. Но я не уверен на сто процентов. Ладно, вот, значит, еще одно предостережение, связанное с изменяемыми типами данных. Каким сюрпризом они могут приводить? Значит, вот здесь я определил какую-то функцию, у которой есть значение аргумента по умолчанию. И значением по умолчанию является список. В данном случае пустой список. В список есть изменяемый объект, я его могу изменять. В данном случае я беру к этому списку добавляю в конец новый элемент, который есть просто первый обязательный аргумент этой функции f. Ну, значит, определил такую функцию. Казалось бы, вполне, так сказать, нормальная функция. Так, вот я вызвал ее от нуля, получил список, в котором один элемент именно нулик. То, что ожидалось. Так, а вот теперь то, что не ожидалось, вызвал ее второй раз, получил не список из одной только единички, а получил список из нулика и единички. Вызвал ее третий раз, получил список из нулика и единички и двойки. Почему? Дело в том, что в момент определения вот этой функции к ней приделывается вот это значение по умолчанию, которое есть пустой список. Потом этот список каждый раз при вызове этой функции каким-то образом изменяется, но это все тот же самый список. То есть в следующий раз, когда я вызываю F во второй раз, L имеет то значение, которое там осталось после предыдущего вызова функции F. То есть в этом смысле L имеет довольно забавный статус. Это не есть глобальная переменная. Это есть аргумент со значением по умолчанию. Но значение это по умолчанию оно как бы приклеивается к функции. И если это изменяемый объект, то мы его изменяем, оно такое измененное, а там приклеенное и остается. Поэтому если есть специальное желание иметь такого типа поведения, ну, флаг вам в руки, пишите функцию такого типа, где значение по умолчанию есть изменяемый объект. Если же такие фокусы вам не нужны, то объекты надо использовать неизменяемые. И вот пример, как эту функцию надо бы написать, так сказать, правильно. Надо бы вместо пустого списка, который в результате какого-то изменения может стать не пустым, написать какой-нибудь неизменяемый объект. Например, нон. Тебя бы сказала исключительно полезная штука. Нон, которая говорит, что чего-то нет. Так вот, значит, теперь я в качестве аргумента по умолчанию пишу нон. То есть, если я вызываю функцию f только с одним параметром, а не с двумя, то вторым будет подставляться нон. А дальше я говорю, а вот если вот этот второй аргумент есть нон, то я делаю пустой список, а если он не нон, то он будет тот, какой я передал, естественно. Потом к этому списку добавляю значение первого аргумента и возвращаю этот список. Вот теперь все произойдет без фокусов. То есть, в этих двух случаях использовалось значение по умолчанию, то есть нон, в результате чего я к пустому списку добавил один элемент, получил список из одного элемента. А вот здесь я передал оба параметра. и тем самым к тому второму параметру добавилось в качестве последнего элемента значение вот этого первого параметра. То есть, я бы сказал, что наиболее вероятно, что тот, кто писал такую функцию и имел в голове вот такую картинку, а вот эта картинка является сюрпризом неприятным. Поэтому, значит, чтобы избежать неприятных сюрпризов, не надо использовать изменяемые объекты в качестве значения аргументов по умолчанию. Вот комментарий к 65-му примеру. Это противоречит, вообще говоря, это противоречит классической трактовке. Когда список аргументов процедуры или функций при входе в функцию при инициализации этого скоба становится списком локальных перемен возможно инициализированных. А при выходе из функций этот скоб уничтожает. Нет, это все правильно. Вопрос то, инициализированный чем? В данном случае он инициализируется, я так понимаю, каким-то атрибутом объекта f, которому значение присвоилось один раз при определении функции. То есть, действительно, создается локальная переменная l, потом она инициализируется, она инициализируется из какого-то атрибута фактических аргументов. Либо из фактических аргументов, либо, если их нет, то из значения по умолчанию, которые являются просто атрибутом функции. Вот в алголе 60, для того, чтобы обойти это противоречие, там бы 10 были туда таковы. А, да, был такой, был, правильно. И в данном случае получается, что мало того, что аргумент становится локальной переменной локальным именем данного скопа, он еще имеет атрибут полный. Хотя, вот, словесно это нигде не Ну, да. Вот видно, что эти имена, эти переменные, они не эквивалентны тем переменам, которые продуцируются, которые возникают при работе внутри данного скопа. Нет, ну, я бы не сказал, по-моему, тут немножко не так. То есть факт, ну, ладно, это на самом деле тонкость, которую очень долго обсуждать нам не надо, она такая действительно тонкость, но все-таки, еще раз я говорю, по-моему, L действительно становится локальной переменной в новом скопе, это правильно. Вопрос, чем она инициализируется? Она инициализируется из вот этого значения в правой части, вот здесь, а это значение в правой части, оно запоминается один раз, оно запоминается в момент, когда исполняется описание функций. Вот в чем дело. То есть получается, если вот мы там пример выше рассматривали, когда просто приняли три перемены, то если мы, допустим, указали B равно A, да? А в следующий раз мы вызвали функцию, указали там единичку, указали A. Нет, 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 нет. И на B она будет именно A? Нет, вот в этом примере, в этом примере здесь совершенно правильно стоит неизменяемый объект. Строка неизменяемый объект, целое число неизменяемый объект. Поэтому ничего страшного с этим примером не случится. То есть каждый раз при вызове создается локальный объект, который называется B, ему присваивается то значение, которое вот здесь стояло при определении функции, при определении функции. Но при определении функции там стоял неизменяемый объект, строка, но поэтому всегда будет присваиваться одно и то же. То есть с этим как раз никаких как раз не так. Как раз не так. Вот если 65-й пример, и пойти дальше, оказывается, что после возврата R, после возврата R, это будет значение возвращаемая функция. Мы не меняем значение фактического аргумента. оказывается, что инициализация где-то сохраняется. Да, она где-то сохраняется, совершенно верно. Это не инициализация на пустой 2-й квадратных скобки, а то, что было последний раз в результате. Нет, нет, сохраняется объект, где-то сохраняется, где-то вместе с функцией сохраняется объект, который используется для инициализации. Но этот объект изменяемый. Это правильно сделали, когда написали, что собственно ООО. Ну, да, то есть это я согласен. Это похоже на то, что было, как называлось ООН в алкоголе 60. Это я согласен. Хорошо. Значит, в некоторых языках, ну и, конечно, в питоне, где есть тысяча способов написать функцию и вызвать функцию, бывают функции с произвольным числом аргументов. Вот описывается такая функция так. Мы пишем, например, вот у этой функции есть один обязательный аргумент и любое количество еще каких-то дополнительных аргументов. Значит, здесь пишется звездочка L, и все эти дополнительные аргументы, хоть сколько я их напишу, хоть 0, хоть 100, без разницы, они фактически соберутся в список, и этот список присвоится локальной переменной L. Поэтому вот здесь я печатаю один обязательный аргумент из список всех необязательных аргументов, такое вот это определение функции. И вот если я ее вызвал с одним аргументом, то... А, не список, тюпу, прошу прощения, тюпу, как оказалось. Ну вот, вызвал с одним аргументом, он есть X, а дополнительных вот этих аргументов нет. вызвал с двумя аргументами, вот здесь появился тюпул с одним элементом, вызвал с тремя, здесь в L сидит тюпул с двумя элементами, и так далее. А что запятая было? А запятая это я тоже в прошлый раз объяснял, но это действительно один из немногих случаев, когда в синтаксисе Питона есть некие такие иррегулярности. Дело в том, что тюпул пишется как несколько значений через запятую в круглых скобочках. Вот скажем, пустой тюпул это просто две вот такие скобочки. Тюпул, в котором два элемента, это два элемента в скобочках. А спрашивается, как написать тюпул, в котором один элемент? Дело в том, что если я напишу один элемент в скобочках, то это просто обычная синтаксическая конструкция, как в формуле. Я всегда в формуле имею полное право вместо просто единицы написать единицу в скобочках. И это будет означать единицу. Это не будет означать тюпул с одним элементом единицы. Это будет означать число один. Поэтому, чтобы описать тюпул с одним элементом, просто синтаксически требуется в округлых скобках написать этот элемент и после него запятую. Дурацкое правило, но как бы ничего лучше-то в голову не приходит. Как еще написать? Еще одну категорию скобок. Правильно, да. Так, ну вот. теперь сейчас, прошу прощения, плохо расслышал. Что? Просто список, преобразовать тюпул в список функционалист. То есть, если вам нужен список, то функционалист преобразует любой разумный и подходящий объект в список. В данном случае у вас, например, вот этот l есть тюпл, а вот здесь мы могли бы написать l равно лист от l. Начиная с этого момента, l будет списком. То есть, это можно. Вот. Теперь есть способ вызвать функцию с аргументами, которые заранее собраны в список. На самом деле, это полезная конструкция иногда бывает. Я ее использовал реально. Сначала вы долго и упорно в результате каких-то хитрых вычислений формируете список аргументов для некоего вызова функции. А потом вы хотите эту функцию вызвать с этими аргументами. Сколько элементов в этом списке, вообще говоря, заранее может быть и неизвестно. Так вот, для этого служит вот такая же самая звездочка в вызове функции. Не в описании функции, как вот здесь, а в вызове. Здесь тоже, по-моему, может быть тюпл, может быть список. Это достаточно безразницы. В этом контексте они эквивалентны. То есть, вот здесь я соорудил какой-то список вот из этих четырех элементов, а потом сказал, а вызови ко мне функцию f с вот этими четырьмя параметрами. 0, 1, 2, 3, 4. То есть, вот эта звездочка, которая здесь сидит, это распаковка, что называется. Она распаковывает список или тюпл, убирает вот эти квадратные оскобки, так наглядно говоря. То есть, f от звездочка l означает f от 0,1,2,3. Тем самым можно вот вызывать, то есть, сначала отдельно заготовить список, а потом вызвать. Можно было бы, насколько я понимаю, вот здесь написать отдельно какой-нибудь аргумент, по-моему. проверим. Если я здесь напишу минус 1, запятая. Так. Да, совершенно верно. То есть, вот эта вот штучка означает, что у меня есть один аргумент l, а дальше все остальные аргументы распаковываются вот из этого списка. для этого в некоторых других языках, особенно там в каких-нибудь функциональных языках, обычно используется слово apply, то есть, примени функцию к списку аргументов. Так вот, apply в питоне это просто f от звездочка l, и все, никакого специального слова apply здесь не надо. Теперь вот был некоторое время назад хороший вопрос, на который я теперь наконец отвечу про то, можно ли ключевые аргументы рассматривать как словарь. Можно, опять же, в обоих контекстах, и в определении функции, и при вызове функции. То есть, вот здесь, например, я хочу определить функцию, у которой есть два обязательных аргумента и произвольное количество ключевых аргументов. Ключевые аргументы это аргументы вида ключ равно значение. Но в данном случае я хочу просто их напечатать. Два обязательных и сколько-то ключевых. Теперь вызывать я эту функцию могу, во-первых, обычным традиционным образом, как функцию с каким-то количеством просто аргументов каким-то количеством ключевых аргументов. Вот все эти ключевые аргументы собрались в словарь D, и вот я здесь благополучно вижу, что получился словарь D, который ключу бар сопоставляет 3, ключу фу соответствует сопоставляет 2. Так? Теперь точно так же можно использовать, да, вот чтобы с ключевыми аргументами и словарями эту штуку делать, требуются вот здесь эти самые две звездочки. Точно так же две звездочки можно использовать при вызове функции. При вызове функции вот что произошло. Вот здесь я, например, заранее составил словарь, который ху сопоставляет 0, у сопоставляет 1, вот этим фу и бар сопоставляет еще какие-то значения. И вызвал функцию от распаковки вот этого словаря. То есть это все равно, как если бы я вот здесь написал в качестве аргументов х равно 0, у равно 1, фу равно 2, бар равно 3. Тем самым вот эти х и у дали значение вот этим аргументам функции, а фу и бар все залезли вот в этот d, потому что так функция определена. Ну и наконец, самый общий вид определения функции, то есть мы посмотрели базовую форму определения функции, когда перечислено несколько обязательных аргументов. Эти аргументы нужно обязательно указывать только сколько нужно и в нужном порядке. Могут быть дополнительные аргументы в произвольном количестве и могут быть ключевые аргументы в произвольном количестве. Вот если я их вот так вот напишу, такое определение функций, это такой самый общий случай, когда есть сколько-то обязательных аргументов, два, например, есть сколько-то аргументов, число которых может быть произвольно, есть ключевые аргументы, число которых тоже может быть произвольно. Вот эти соберутся в тюпл, эти соберутся в словарь. Ну, посмотрим. Сейчас увидим, что произойдет. То есть, вот эти два обязательных аргумента, они отдельно, они x и y. Все лишние позиционные аргументы забрались внутрь вот этого тюпла l, а все лишние ключевые аргументы забрались внутрь вот этого в словаре d, который здесь и напечатался. Ну, это, я бы сказал, уже какая-то немножко экзотическая ситуация. Вот такая, что были и такие, и такие, и такие аргументы в одном определении функции, не знаю, редко, наверное, бывает. Теперь, значит, функция это граждане первого сорта в языке Python. В том смысле, ну, то есть, это объекты. В языке Python все является объектом. Хоть число один, хоть список, хоть словарь, хоть функция. Так? Поэтому функции можно использовать в правых частях присваивания, можно из них списки строить. Вот что я здесь и проиллюстрировал, например. Вот, например, я просто отдельно определил две какие-то функции F0 и F1, неважно, какие-то, какие мне в голову взбрело. А вот я сделал список из двух функций. Список с двух функций, здесь я его еще и напечатал. Ну, естественно, напечатался он именно так, как и следовало ожидать. Вот в этих квадратных скобочках первый элемент, запятая, второй элемент, а элемент печатается, как в угловых скобочках function и имя этой функции фактически. Так? Вот, то есть, здесь возник у меня список функций. Я мог бы с тем же совершенно успехом сделать словарь, у которого в правой части в значениях сидят функции или там что угодно. И вот теперь, как я могу вызвать, например, я могу, вот я какой-то переменной присвоил значение 2.0, переменной n присвоил единичку. Я теперь сказал, вот возьми мне l от единички. l от единички это будет вот этот второй элемент списка l, то есть, на самом деле, объект f1. И этот объект вызови с параметром x. Вот, пожалуйста, получилась четверка с плавающей точкой, потому что f1 – это функция, которая удваивает свой аргумент. Так? Ну вот, то есть, везде, где допустимы какие-то объекты в качестве элементов списка, в качестве значений в словаре, где угодно, можно использовать в частности и функции тоже. Ну и еще одна вещь, это doc-строка или документационная строка. То есть, если вы пишете функцию, чтобы ее там один или два раза используете и забыть о ней навсегда, то doc-строка, в общем-то, не нужна. А если вы пишете функцию, которая предполагается, что будет жить в веках, то doc-строка фактически обязательно, потому что через год вы без doc-строки не вспомните, зачем эта функция нужна и что она делает. Значит, вообще, определение функции выглядит как div имя функции от аргумента в двоеточие, потом с отступом идут операторы, которые составляют тело этой функции. В качестве первого самого элемента сразу после строки div можно на самом деле написать строку. Обычно, как правило, здесь используется вот та самая строка в тройных кавычках, которая может занимать много строчек в сорсе программы, потому что обычное описание того, что делает эта функция, вещь достаточно длинная, надо объяснить, какие у нее аргументы, каких типов предполагаются использовать эти аргументы и так далее. В данном случае я написал doc-строку очень короткую, вот такую вот. И вообще вот написал функцию, которая вычисляет n-ное число Фибоначчи, и тут еще есть парочка вещей, которые я хочу прокомментировать. В каком-то смысле это очень культурно написанная функция. То есть, во-первых, в ней есть doc-строка. Это раз. Во-вторых, она проверяет, что ее аргумент разумный, что тот параметр, который передал пользователь при вызове этой функции разумный. Для этого в общем наиболее логично использовать оператора CERT, который мы еще пока не проходили. Вот это первый раз, где он встретился. То есть, assert проверяет условие, которое в нем написано. Вот в нем написано какое-то булевое выражение, условие. Если это выражение истинно, то все в порядке, поехали дальше. Если оно ложно, то тут же надо просигнализировать ошибку, поднять исключение. Исключение мы будем в следующий раз проходить, но если вызвать функцию fib от параметра, тип которого не есть целое число, или же тип есть целое число, но это число меньше нуля, то эта функция откажется, что, что бы то ни было делать, она сразу просигнализирует ошибку. Вот для этого нужен оператор assert. В принципе, можно было бы его не писать, а написать if, там, чего-то, then, напечатай сообщение об ошибке и так далее. В общем, пытаться смоделировать в рукопашную то, что в питоне есть встроено. Это делать не надо. Для таких целей существует assert. Ну вот, так вот, а дальше что делается? Дальше делается очень, на самом деле, компактное и красивое вычисление этого самого целого числа этого числа Fibonacci. Значит, если он меньше двух, то мы просто сходу возвращаем единицы, считать ничего не надо, а иначе мы их вычисляем вот в таком цикле. Вот сначала мы тут проинициализировали две переменные x и y, а теперь мы их в цикле меняем. То есть, x – это всегда предпоследний число Fibonacci, y – последнее. Вот после какого-то очередного шага мы их переопределим. Бывшее, то есть, x-у присваиваем бывшее последнее значение, y-у присваиваем новое значение, которое добавилось, именно бывшее предпоследнее плюс бывшее последнее. Но делаем это сколько надо раз и возвращаем значение y. То есть, вот тут как раз, я бы сказал, просто исключительно хорошо подходит вот такой вот двойной оператор присваивания, потому что сначала вычисляется правая часть, то есть, со старым значением x и старым значением y вычисляется вот тюпл, который здесь написан, который от этих старого x и старого y зависит. А потом уже элементы этого тюпла присваиваются x и y, так что они теперь имеют новое значение. Написать это в виде двух строчек было бы уже сложно, пришлось бы три строчки писать, чтобы не затереть значение x до того, как оно старое значение здесь используется. А так оно в одну строчку пишется, гораздо нагляднее. Вот, значит, это такой, ну что ли, культурный способ определить функцию FIB. Вот это документационная строка используется, во-первых, в HELP. HELP существует как по встроенным функциям питона, так и по пользовательским функциям. Вот FIB это пользовательская функция, но тем не менее HELP для нее работает, она пишет, что это HELP для функции FIB в модуле main, пишет, что она была определена как FIB от N, а вот здесь пишут вот эту документационную строку. Вот здесь не возникает каких-то у нас в определении функции FIB в параметрах стояло, что там стояло? N. Там стояло N. Если там стояло Q, допустим, то HELP сказал бы FIB от Q вычисляет это число FIB Да. Так, Да, именно так. Поскольку документационная строка просто буквально естественно копируется, она не может заменить N. на Q. Это ответственность документатора, кто написал чего в документационной строке предполагается, что написал правильно. А вот эта строчка FIB BOTEN она взялась просто вот отсюда из строчки DEV. Какое имя аргумента здесь есть, такое HELP и напишет. Вот, на самом деле документационная строка это просто один из атрибутов объекта FIB. То есть FIB это объект, в данном случае объект типа функции, оно не важно, но все равно объект. У него есть набор атрибутов, кстати, их на самом деле довольно много этих атрибутов. Один из них это специальный атрибут DOC. Всякие специальные атрибуты пишутся в двух почерках с обоих сторон. Почему такое изобилие почерков это я уж не знаю, но чтобы уж наверняка не спутать вот эти специальные какие-то атрибуты, имеющие смысл для языка с пользовательскими. Ну, пожалуй, что некоторый перебор наблюдается, аж целых четыре лишних знаков. Но... ДОC не является включением слова? Нет, не является. То есть, это просто атрибут. Вот у объекта есть атрибуты. Ну, ладно, я могу просто на самом деле это мы в следующий раз будем подробно сказать, но я могу вывести просто полный список атрибутов этого объекта. Полный список атрибутов объекта выводит функция DIR. Если я напишу DIR от FIB, то я получу большой список объектов, практически все из которых... Да, все из которых... Да, все из которых... Это вот такие вот атрибуты с двумя почерками в начале и в конце. Среди них где-то есть атрибут DOC. в принципе я могу посмотреть чему равен FIB.DICT и так далее. Это там словарь ее атрибутов. То есть это просто один из атрибутов. Ничего сильно специального в нем нет. А вот здесь вспомнить какую-нибудь перемену, которую у нас фигурировали в перемене. Ага. Что же самое спросить про эту перемену? Потому что это все-таки сложная штука. Думаю, что будет примерно то же самое. Давайте посмотрим. Давайте мы посмотрим вот что. Я вот здесь вот сейчас напишу N равно единичке. Я здесь напишу DIR от N. Думаю, что будет примерно все то же самое и даже больше. Потому что единичка это объект класса int что? Да, есть тут такие атрибуты без почерка. Да, то есть я могу написать, например, N.real и, судя по всему, получу... А, нет, это действительно мне моя часть. То есть получу я всю ту же самую единичку, а точка I могу получу 0. Это действительно мне моя часть. Да, тут есть атрибуты... То есть дело в том, что вот этот N это переменная, которая имеет значение, которая есть объект класса int. Класс int содержит изрядную кучу атрибутов. Вот они здесь все поперечислены. Так, ну ладно, значит, возвращаясь к нашей функции FIB, вот я могу, например, написать лист comprehension первые 10... Да, первые 9, прошу прощения. первые 9 чисел Fibonacci, вот они здесь все написаны. А если я вызову функцию FIB от, скажем, минус единицы, она мне скажет assertion error. Это вот тот самый оператор assertion, это ответственен, который я вот здесь написал. То есть, если условие, которое вот здесь написано, не выполнено, то этот вызов дает просто в результате assertion error. Или если... Дополнительно вот это сообщение assertion error дополнительно каким-то образом доидентифицировать, что это именно в этой функции. А вот, смотрите, очень подробно идентифицируется, даже вот в строчку тыкает. То есть, вот это вот assertion error, он же что здесь написал? Он написал, ну там, traceback написал, что вызвалась некая функция, вот она, fib от минус единицы. Если бы здесь была длинная цепочка вызовов, распечатались бы все вызовы, все стекфреймы. Так? А вот здесь вот распечатано прямо-таки определение функции fib, и стоит стрелка, которая тыкает вот в эту строчку, что вот в этой строчке произошла ошибка. То есть, я бы сказал, что тут как раз диагностика выше всяких похвал. Ну, скажем так, скажем так, пользоваться дебаггером в питоне приходится гораздо реже, чем в каком-нибудь там том же си, потому что в большинстве случаев, ну не во всех, но в очень многих случаях, просто сообщение об ошибке, которое интерпретатор питон выдает сам, достаточно понятно, чтобы ткнуть в конкретную строку конкретной функции и сказать, что вот здесь что-то не так, и чтобы понять, что же именно в ней не так. Но это не в 100% конечно случая, бывают запутанные ситуации, когда да, вот действительно вызвалась функция с недопустимым аргументом, но какой черт этот аргумент в этом месте недопустимый, кто его таким странным сделал. Вот тогда возможно придется использовать дебаггер и долго шаг за шагом следить, какая сволочь изменила значение этого аргумента, что он стал неподходящим для вызова вот в этой строчке. Это бывает, но я не знаю, в трех четвертях, в четвертях случаев или в девятидесятах просто встроенной диагностики оказывается вполне достаточно. Но то же самое, если я вызвал от неправильного типа. то же самое. Так, сейчас, значит, сколько сейчас времени? Про ввод, вывод немножко есть? Время сказать? Ладно, скажу еще немножко про ввод, вывод. Ввод, вывод, все-таки вещь нужная. Постараюсь уложиться в пять минут. Ну вот, вот, значит, есть функция open, которая открывает файл. Я ей передал имя файла, то есть строку. Вот она открылась. Она содержит необязательный второй параметр. На самом деле она содержит еще чертовой ему параметр. Но необязательный второй параметр говорит о том, как открывать на чтение или на запись. Если он не указан, открывается на чтение. То есть на чтение открывается, можно открывать просто вот так вот. Вот. Теперь, вот этот вот объект F, это объект типа файл. И для текстовых файлов он имеет замечательное свойство, что его можно просто использовать в качестве итератора в цикле. Он будет по одной по очереди возвращать строки вот этого самого файла, который я открыл. Вот, значит, вот там оказывается был файл из трех строчек текстовый. И вот они, эти строчки здесь напечатаны. Кстати, ну, это мелочь, но тем не менее обратите внимание, что вот здесь вот есть куча пустого места после каждой этой строки. Дело в том, что строка возвращается вместе с ньюлайном, который в ее конце сидит. То есть, вот, когда я пишу вот такой цикл по строкам файла, то на каждом шаге этого цикла вот эта S, переменная S, является строкой, очередной строкой этого файла вместе с тем ньюлайном, который в конце этой строки сидел. Поэтому вот этот принт S печатает строку с ньюлайном на конце, еще один ньюлайн добавляет этот принт. Тогда последняя строка не будет содержать ньюлайна в конце. То есть, это как раз способ отличить эти два типа файлов. Как известно, действительно, бывают файлы, у которых в конце последней строки ньюлайна нет, а бывают в которых есть. тут их можно четко различить. Это именно строка или символ? Как определить, что это не символ? Что-то принт добавляет, понятно. Иначе было бы из-за того, что это элемент F, а F это файл. Нет, сейчас, я, честно говоря, не понял, ни вопроса, ни ответа. S здесь именно строка, а не символ. Да, S это именно строка, то есть это да, да, есть способ, есть способ. Это непонятно. Да, да, да. Дело в том, что вот эти такие, что ли, простые средства ввода-вывода, они в основном заточены под работу с текстовыми файлами. читать файлы по одному символу тоже можно, это не так сложно, этот пример покажу чуть позже. Но вот такой вот способ, который просто в цикле for, по файлу, он этот файл читает построчно, а не посимвольно. А кодировка файла не будет так же, как с строками? Кодировка, то есть все строки вот в питоне третьем уникодные, предполагается, что файл уникодный, поэтому там могут быть любые иероглифы ничего страшного не произойдет. Если файл написан, не дай бог, в каком-нибудь КОИ-8, то для этого надо предпринимать специальные усилия, чтобы из КОИ-8 перекодировать в уникод. Так, ну вот, после того, как мы весь файл прочитали, его надо закрыть. На самом деле это действительно ну вот такая пошаговая инструкция, как прочитать файл построчно открыть, прочитать в цикле, закрыть. Но это плохой способ, то есть в питоне существует специальная идиома. Почему эта идиома лучше? Почему она лучше? Она вот почему лучше. То есть используется оператор вид. Вот этот оператор вид делает, грубо говоря, то же самое. То же самое, что мы сделали здесь выше, так сказать, вручную. То есть здесь стоит with open от вот этого имени файла. Теперь я говорю sf. sf означает, что ну вот handle, ручка этого файла будет называться f, а потом я пишу, например, в цикле по строкам этого файла f, пишу все его строки, причем я пишу все его строки без последнего символа. То есть вот здесь я, скажем, уже учел предыдущий опыт, что там в конце везде сидел new line. И вот здесь этот последний new line я откусываю и печатаю строки без new line в конце. Вот здесь, кстати, если бы у меня в конце файла после последней строки new line не было, мне бы поплохело сразу резко, потому что вот эта штука мне бы откусила последнюю букву этой строки, а не new line. Ну вот. Теперь, чем вот этот виз лучше, чем написать просто вручную отдельно open, отдельно close и так далее. Тем, что оператор виз гарантирует, что если где-то вот здесь в процессе выполнения того, что внутри виз произойдет какое-нибудь исключение, ошибка, деление на 0, мало ли что-то может произойти, так, то файл все равно будет закрыт. Файл будет закрыт всегда и при любых условиях. Здесь может стоять вызов функции, которая вызывает еще десяток функций, где-то очень глубоко внутри этих вызовов произошло деление на 0. Так, так вот, виз гарантирует, что некое заключительное действие, вот в этом случае для открытого файла, это действие закрыть файл, будет выполнено всегда, независимо от тех исключений, которые возникли где-то в процессе выполнения тела этого цикла, например. Поэтому, вообще говоря, так и надо делать, то есть лучше не писать сначала открыть, потом обработать, потом закрыть, лучше писать виз. Вот еще один пример, который, правда, нарушает рекомендацию, которую я тут же выше дал, но нарушает, скажем, не очень сильно, иногда допустимые исключения. Можно файл прочитать целиком, если, конечно, это не война и мир. Это текстовый файл. То есть F имеет метод read, если методу read ничего не передать, просто пустые скобочки, то это означает прочитай весь файл. И в данном случае весь этот текстовый файл окажется в строке S. Но потом я его прочитал и закрыл. Зачем он мне, раз я его уже прочитал. И вот значение этой переменной S – это просто весь файл из трех строчек к концу каждой строчки newline в этом конкретном файле. Можно читать файл по одному символу. Вот, пожалуйста. Для этого используется f.read от единицы. f.read от единицы значит прочитай один символ. Можно было бы читать файл по два символа, если очень хочется. спрашивается, что будет, когда символы кончатся. Допустим, я их читаю строго по десять штук, а в последний раз файл кончился раньше, чем я очередные десять символов сумел из него добыть. Но тогда вот этот read от десять возвратит строку, которая короче, содержит, возвратит то, что в этом файле все-таки есть. Но чаще всего, уж если файл надо читать по сколько-то символов, то чаще всего по одному. это означает, что в самый последний раз, когда этого одного символа, который я пытаюсь прочитать из файла, в нем нет, этот метод возвратит просто пустую строку. Ну и вот в данном случае вот я так и делаю. Я просто пишу, честно говоря, свой любимый цикл while true, из которого делаю возврат по условию в том месте, где мне это удобно. То есть в данном случае мне удобно сделать возврат где-то ровно в середине, когда read вернул пустую строку, когда больше нет символов, которые можно было бы прочесть из этого файла. Ну вот, то есть вот здесь распечатываются все символы, включая newline, которые тут иногда встречаются, которые есть в этом файле. Есть метод readline. Метод readline, он очень, так сказать, похож на метод read, только он читает строку. Ну, честно говоря, вместо метода readline удобнее использовать просто вот цикл for, который я показывал в начале. Readline в каком-то смысле ему эквивалентен. И есть, наконец, метод readlines. Метод readlines читает весь файл и превращает его в список строк. А дальше по этому списку строк можно там циклами лазить как-то сложно эти строки обрабатывать, как вам придет в голову. Вот. Ну, и довольно аналогично устроена запись в файл. Вот здесь я ее делаю вручную. Просто открываю, но со вторым параметром w, на write, на запись открываю. И начинаю в этот файл чего-то писать. Вот я в него написал одну строчку. Метод fwrite на самом деле возвращает целое число, возвращает, сколько символов туда было записано. А в данном случае их четыре. а, а, а и новая строка. Вот я записал еще одну строку. Вот я в нее записал что? В конец в write. В конец. Ну, write значит открыть файл именно на запись, что означает, что изничтожить все содержимое, которое там было и начать писать сначала. это какой-то дополнительный вот здесь параметр. Здесь надо написать не то w, а, не то что-то в этом роде. Надо посмотреть. Не то просто а. То есть можно открыть файл на append. То есть когда файл открывается именно на write, значит игнорировать все, что в этом файле есть, изничтожить и начать от его начала писать заново. Можно открыть на append. Нет, нет, нет. То есть сначала файл, вот когда мы открыли файл таким образом, мы этот файл обрезали до нулевой длины. А потом начинаем в него все писать, писать, писать и писать. То есть когда мы написали а, 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 то вот это б, б, б будет писаться после а, а, а. Вот. Ну и потом наконец вот мы его должны все штыки закрыть и должны, скажем, например, его можем прочитать. Можем его прочитать весь. Вот он, вот этот файл, который мы только что записали. Вот он здесь весь. Вообще говоря, опять же, культурнее делать это при помощи with. Тут точно та же самая история. То есть можно написать with open s f. Вот здесь вот все все те строки кода, которые что-то пишут в этот файл, а close гарантированно вызовется. Что бы тут не произошло в этом коде, он вызовется наверняка. А если такого файла существует, он его создат? Создаст. Именно в случае моды write он либо существующий файл обрезает до нулевой длины и в него пишет, либо если его нет, то создают. Вот в случае append, я не помню, я подозреваю, что здесь просто буковка A вместо W пишется. Надо посмотреть. Файл должен существовать, он не будет создаваться автоматически, он будет дописываться в конец существующего. Ну и последняя тема, которая буквально в последнюю минуту я расскажу, это интерактивный вот, не из файла, а прямо вот с... Если, например, он создастся не сморо, но, например, запрещено для записи, например, да, ключик, ну да, ну да, то файла выдаст просто нолик, на выходе? Да. Или какая-то ошибка? Нет, 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 на самом деле, если он просто не сможет открыть на запись, я думаю, что именно open, я думаю, что именно open выдаст сообщение об ошибке. А нет, если такое open, где сообщение поэтсистемное какое-то опять? Да, конечно, это будет какое-то вот там сообщение, ну вот, ну я не знаю, были у нас уже всякие, то есть будет какое-то системное сообщение об ошибке, то есть если вы пытаетесь открыть на write, например, в какой-нибудь файловой системе, которая смонтирована read-only, например, то именно open выдаст сообщение об ошибке. А можно понять, например, вот я не хочу это системное сообщение, хочу проверить, например, открылось, не открылось. А, да, это можно. сейчас, вот буквально здесь у меня этого примера нет. Это видимо f open, f видимо какое-то значение будет, наверное, да? Есть атрибут, значит, есть у объекта f есть атрибут, насколько я помню, он называется opened. Вот можно написать f.opened, он будет или true, или false. так, ну и последняя микро-тема, это интерактивный ввод, раз уж у нас провод-вывод, то давайте с ним и покончим. Есть функция input, input содержит необязательный параметр, это prompt. вот здесь вот я так, что? Не понял. А, ну вот. Ну, это так красиво Юпитер его выводит. Это на текстовой консоли, просто вот здесь вот было бы написано, введите целое число, это вот этот параметр, который я тут написал, и дальше интерпретатор ждет, когда же я введу целое число. Вот я ввожу целое число какое-нибудь, нажимаю Enter, после чего строка S это просто строка 10, то есть никакого преобразования типов не производится. Input вводит строку, которую напечатал пользователь, возвращает ее в виде строки. Если уж мне хочется ее преобразовать в целое, то надо на нее напустить функцию int. В принципе, можно ничего не писать, можно написать input от пустых скубочек, тогда prompt будет пустой. Но, честно говоря, всегда приятнее иметь какой-то prompt, чтобы видеть, что вот эта выполняемая программа действительно ждет, что я что-то введу, а не просто зависло, или там еще что-нибудь с ней такое произошло, зациклилось. Поэтому prompt вещь полезная. И еще, поскольку Python это интерпретатор, то можно делать такие вещи, но это я бы сказал в общем в каком-то смысле плохой стиль. Значит, вот здесь вот, сейчас я просто проиллюстрирую две опасные особенности Python. Вот, значит, вот здесь вот опять же я пишу s равно input и какой-то prompt. Вот здесь вот я пишу питонское выражение. Скажем, n плюс 1. Так? n плюс 1 я написал. После этого строка s содержит просто строку n плюс 1, ничего особенного, как и следовало ожидать. А вот здесь я говорю eval от s, от слова evaluate. И вот эта вот строка интерпретируется как питонское выражение в данном текущем контексте. Например, у нас была переменная n, которой было присвоено значение 10. В данном случае она просто посчитала, то есть eval от s, это все равно, как если бы я вот сейчас тут просто взял и написал n плюс 1 с командной строки. То есть это evaluate любого выражения в текущем контексте. Ну и есть аналогичная вещь exec, это оператор. То есть опять же я могу откуда-то добыть строку, например, ввести ее при помощи функции input напишу n равно нулю, так, тогда строка s будет, как и ожидалось, просто n равно нулю. А теперь, если я напишу exit от вот этой строки, я мог бы эту строку построить в результате какого-нибудь длинного и сложного вычисления, обязательно спрашивать у пользователя. Но exit это значит просто выполнить вот этот оператор, выполнить оператор. Eval это evaluate вычислить выражение, exit это execute выполнить оператор. И в данном случае я n присвоил значение 0, и теперь n имеет значение 0. То есть после exit от s глобальная переменная n стала иметь другое значение, потому что строка такая. Но вот я еще раз говорю, это с одной стороны дает какую-то дополнительную гибкость, можно сконструировать на лету строку, потом ее выполнить этим же самым интерпретатором. Но с другой стороны это уже начинает быть сильно похоже на самомодифицирующиеся программы, от которых в общем больше головной боли, чем пульзы. То есть если нет каких-то очень убедительных аргументов, чтобы использовать вот такие самомодифицирующие штучки, их использовать не надо. Это приводит к большим трудностям при отладке. Бог его знает, кто чего по дороге в эту строку s написал, а тут я ее беру и выполняю. Она может испортить любую глобальную переменную и так далее. Поэтому вот это нужно использовать очень осторожно и умеренно. А лучше не использовать. Ну ладно, значит, на сегодня все. Немножко в сторону вопроса. В таких хулиганских языков старых было распространено проведение соревнований по пустациям. Да. я тоже никогда не видел. Я тоже никогда не видел. И, в общем-то, честно говоря, действительно все-таки синтаксис питона в большинстве мест понятен с первого взгляда. Ну, не во всех, я думаю, можно найти несколько таких исключений. Например, каким-то исключением действительно является синтаксис, как написать тюпл со днем элементов. Там вот эта запятая какая-то странная. Но в 95% или в 99% случаев программу на питоне можно просто читать, как прозу. Вот написано что-то, берешь и читаешь, как книжку. есть понятие куан. Хлопок требует две ладони. Вы себе представляете хлопок одной ладони. Например. Ну, вот как с одним элементом. То, что сейчас на экране, это, если я правильно понял, уже что-то чуть-чуть прочитать полипитер, это, ну, это и пенб файл, да, и питонский ноутбук. Вы их никуда не выкладываете? Выкладываю. Я уже говорил, куда я их выкладываю, да, в прошлый раз, но я еще раз напишу. То есть, я их выкладываю на ВВВИНПНСКСУ Тильда Гройзен питон. Да, ну, значит, обычный фокус, не забывайте вот этот слэш в конце. В этой директории лежат вот эти самые лекции. Вот это вот. Это все там есть. Действительно, есть некое дурацкое свойство, что если вы... Нет, я не знаю, может быть, это изменилось. То есть, если вы извне яфовской сети хотите получить доступ вот к этой штуке и не напишите вот этот слэш в конце, вы его не получите, потому что делается редирект с машины ВВВ на машину стар, машина стар напрямую недоступна по HTTP протоколу. Чтобы редиректа не было, надо писать слэш в конце. Может быть, это изменилось в недавнее время, я, честно говоря, не помню. Но вреда не будет, то есть, вот, если вы, особенно, если вы снаружи и яфа, то слэш в конце нужен. А, если внутри и яфа, то все равно. Нет, ВВВ почему-то с ВВВ не работает. А, так, а это еще другая примочка нашей замечательной сети. ВВВ не работает из гостевой сети. Вот есть гостевая Wi-Fi-сеть, из нее действительно надо писать, я думаю, что надо писать стар. Старый НПНСКСУ, скорее всего. Вот это фокусы гостевой сети, она не ко всему. Но я точно не уверена, я сейчас не скажу, как там с гостевой сетью, с этой Wi-Fi. А можно вопрос? Да, конечно. А вот когда про глобальный говорили, там вы использовали имя переменной, но как бы одно и то же. А если у нас функция используется переменная А, а где-то глобальная сверху объявлена переменная Б, и функция написана А плюс Б, а функция Б раньше не определялась. То это как будет? Сейчас. Значит, все, что функции не перечислено вот в этой самой строчке global, все будет локальной переменной этой функции. То есть Б снова создастся? Да, Б создастся. Как в любом языке. Ничего особенного. Нет, не возьмет. Да, конечно. А можете пояснить разницу между тюплами и списками? Разница главная состоит в том, что тюплы неизменяемые объекты, в тюпле нельзя взять и один из его элементов изменить после того, как он уже был создан, или нельзя в него добавить элементы, что-то в этом роде. в списке можно. Что автоматически, скажем, означает, что тюплы можно использовать как ключи в словарях, а в списке нельзя. Поэтому, если вам... Это бывает ситуация, когда хочется как бы иметь словарь, который индексируется парой значений, ну, типа матрицы, так грубо говоря, чтобы этот словарь паре значений там 2, запятая 3 сопоставил что-нибудь. Тогда там надо использовать тюпл 2, 3, а не список 2, 3, потому что список изменяемый объект. Тюпл функции как локальная переменная, он останется локальной? Ну, нет, любая локальная переменная останется. Тюпл не изменяется? Нет, но... Она же локальная переменная. С тюплами можно делать операции, скажем, два тюпла можно, ну, там, сложить при помощи операции плюс, но при этом просто образуется третий совершенно новый тюпл, который, ну, свеженький, только что созданный, в который перенесутся все элементы из первого, потом все элементы из второго. Но первый и второй при этом не изменятся, они, как и более, такие и останутся. Ну, вот, такая разница. в пятницу так же? Да, в пятницу, значит, все так же. Будем что-нибудь связанное более-менее с вводом, выводом делать, с файлами. А здесь используется только для файлов или для чего-то еще? Что используется? А, нет, для чего-то еще. ВИЗ используется довольно для многих вещей, в принципе, может использоваться, но, значит, так, вот там после ВИЗ может стоять любой объект, который реализует некий вот специально для этого ВИЗа разработанный протокол. То есть, он должен содержать там какой-то набор методов. Вы можете свой такой класс написать, свой, сугубо самодельный, реализовать сами эти самые методы и использовать его в операторе ВИЗ. Но самое распространенное применение это именно для файлов, потому что вот функция open возвращает объект типа файл, и объект типа файл как раз реализует этот правильный протокол. Я его сейчас наизусть не помню, это надо смотреть, какие именно методы он должен реализовать, но основная мысль именно в том состоит, что в нем существует какой-то метод, который обязательно надо выполнить, чтобы не произошло. Даже если где-то по дороге произошло какое-нибудь исключение, то это исключение надо перехватить, выполнить вот этот финализирующий метод объекта, который в ВИЗ написан, закрыть файл, например, а потом можно распространить это исключение дальше. Это такого типа примера, ну, не такого, но попроще. Следующие лекции будут, когда мы будем исключения обсуждать. То есть в принципе в ВИЗ могут использоваться самые разные вещи, но, ну, так, я говорю, в 90% случаях в ВИЗ используется Open, который открывает какой-нибудь файл. Самое распространенное использование. Это похоже на плюсовую конструкцию, когда вы делаете какую-нибудь обертку, как умный указатель, который сам закрывается. Ну, что-то в этом роде, да. Я, честно говоря, не знаю, что что-то обертка будет делать как раз в ситуации, если где-то там в середине произошла ошибка. А вот, когда область видимости переменной кончается, она автоматически файл закрывает. А, ну да, ну да, я думаю, что да. Как умный указатель работает. Да, да, да. Вот этот ВИЗ, именно, ВИЗ специально предназначен именно для вот такого типа применений, когда с этим объектом нужно обязательно что-нибудь сделать, когда выполнение кода внутри ВИЗ кончится любым образом, хоть нормально, хоть ненормально, хоть как мы оттуда выйдем, обязательно нужно, например, закрыть файл. Ну вот. Вот да, это и с исключениями тоже. Да, если с исключениями, все равно нужно закрыть. С исключениями уже дойти раньше, чем дойдет до конца это. Да, 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 да. Тем не менее, все равно. Правильно, все равно, тем не менее, файл все равно закроется. Вот для этого он нужен, да. Вот, у меня такой вопрос еще есть. Ага. Ну, во-первых, я сегодня первый раз пришел, когда у меня были какие-то проблемы с вхождением. Он ее заявил, ему надо расписку какую-то или это уже нельзя? А, то есть,